Лучших работников почтовой связи накануне Дня Российской Почты наградил лично министр информатизации и связи. Благодарственные письма и почетные грамоты получили более 40 специалистов почтовых отделений из разных районов нашего края. Уже 19 лет подряд День Российской Почты отмечают каждое второе воскресенье июля. В этом году этот праздник стал особенным. Почта России Красноярского края заняла второе место по качеству обслуживания. Это знак того, что клиенты нас уважают и мы заслужены его получения. Тестирование проводилось по всей стране. В проверке применялся метод таинственного клиента. Специалист заходил в каждое почтовое отделение и оценивал быстроту, качество работы и вежливость персонала. Результаты показали. На первом месте стоят почтовые отделения республики Чувашия, на третьем – Ингушетия, а на втором – почта Красноярского края. Я очень уважаю всех своих коллег. Я знаю, как им тяжело приходится на своих рабочих местах. Я очень надеюсь, что почта России станет сильным, настоящим, большим предприятием. Отдельно за хорошую работу были выделены почтовые отделения Багучанского и Шаруповского районов. Их наградили почетным знаком качества. Мне очень приятно, конечно, в преддверии праздника получить эту награду. Значит, будем считать, что коллектив на правильном пути. Награды также получили лучшие работники и ветераны труда. Стаж многих из них составляет более 50 лет. Работа очень тяжелая, ответственная, внимательная, добросовестная и честная. Сейчас Почта России плотно работает на вопрос интернет-торговли. Поток отправлений из-за границы с каждым годом растет. Все больше людей приобретает товар через интернет. Чтобы улучшить качество доставки, в этом году в аэропорту Красноярска планируют открыть специальный пункт досмотра международных почтовых отправлений. Почта в данном случае является очень важным элементом, когда мы можем заказать электронным способом какой-то товар или какую-то корреспонденцию, получить ее только через почту и, соответственно, с гарантированной доставкой, особенно в отдаленные наши северные и районы Крайного Севера. Кроме этого, большой упор делается на предоставление госуслуг в режиме одного окна. Уже через два года планируется, что каждый житель России сможет через почтовое отделение оформлять документы на машину, оплачивать штраф и проводить многие другие операции. В общем, с каждым годом почтовые услуги становятся все более востребованными. Добавлю, в следующем году в отделениях почтовой связи появится возможность обслуживания пластиковых карт по системе бесконтактных платежей. Таким образом, у жителей даже самых удаленных районов страны появится возможность пользоваться безопасными и современными банковскими услугами. Если у вас есть новости, звоните лично мне, мой телефон 292-5249 или пишите на сайт afontovat.ru. Екатерина Самохвалова, Михаил Масленников, Сергей Камашев. Афонтова. Новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова